Добрый день! В эфире открытая студия Федерал Пресс. Мы работаем в рамках Питерского международного экономического форума. И гость нашей студии Максим Алексеевич Древаль, генеральный директор российского общества знаний. Доброе утро, Максим Алексеевич. Начинается главное экономическое событие года. Расскажите, с чем вы приехали на этот форум? Какие ждете результаты? Для нас это уже в третий раз. И это уже такая добрая традиция, знаете, говорить просто о сложном. Потому что форум собирает действительно уникальных, выдающихся людей с уникальными знаниями в сложных областях. И наша студия, общество знаний, которое уже в третий раз работает, дает возможность молодежи окунуться в эту тематику и поговорить со спикерами на простом, понятном языке. Говорить будем, собственно, о главной теме форума. Суверенное развитие. Основа справедливого мира. Об этом и поговорим. О развитии в экономике, о новых принципах и подходах к международному сотрудничеству, о суверенном развитии, нашему суверенитету в технологической сфере, в культурной. Это на самом деле то, что интересует не только страну и деловое сообщество, но и молодежь. Потому что для них это то, как сегодня можно вызовы повернуть в возможности и уже сейчас ковать и свое будущее, и будущее нашей страны. Как всегда, это крайне выдающиеся спикеры. Раскройте пару имен. И федеральные министры, и бизнесмены, главы корпораций, топ-менеджменты крупных компаний, ученые, деятели искусства, культуры, спорта. Кроме того, спикеры будут поступать не только в студии, но и уже по нашей традиции мы будем переносить ребят в различные уникальные места. Мы для себя открыли такой формат на первом для нас форуме питерском. И тогда как раз ребята смогли окунуться и очутиться в Эрмитаже, в Мариинке, в различных уголках Санкт-Петербурга и нашей страны. И сегодня мы эту традицию продолжаем. И помимо уникальных мест Петербурга и России, мы затронем очень важные места с точки зрения юбилея снятия блокады Ленинграда. И будет ряд мест и экскурсий, посвященной этой теме. Максим Алексеевич, я знаю, что с начала военной операции лекторы общества знания работают на новых регионах. О чем говорят ваши спикеры и кто ваша аудитория? Ну, насчет аудитории, как и во всей России, это в первую очередь молодежь. Мы действительно фокусируемся на молодых ребятах, детях, подростках, молодежи постарше. Но всегда видим, что то, что делает знания, становится интересно всем. И мы так говорим, у нас есть просто юная молодежь и очень зрелая, опытная, лет 70-80. Такие у нас тоже очень активные слушатели общества знания. Действительно, мы сразу же начали работать в новых регионах, еще тогда в новых территориях, когда началась специальная военная операция. Знаете как, ну, кто если не мы и как мы можем не откликнуться на это? Во-первых, мы видели запрос. Я сам туда ездил, я общался с ребятами, я видел колоссальный запрос на возможности, на общение, на разговор о будущем, на инструменты для развития. Во-вторых, я видел запрос от лекторов. И это фантастически, конечно, нас мотивировало и вдохновляло, потому что огромное количество сильных, очень интересных, опытных людей из разных сфер сами приходили и говорили, что хотят помогать, хотят приехать, как это сделать. Выходили с инициативой. Абсолютно верно. И несмотря на сложность логистики, риск для жизни, я не просто так это говорю, это буквально риск для жизни, и все равно многократно возвращались, приезжали, огромные низкие поклоны всем за это. Говоря о широкой лекционной программе, ну, слушайте, две ключевые темы я могу выделить. Опять же, как они формируются? Они формируются в основном из спроса ребят, из готовности лекторов, из федеральной нашей повестки, опять-таки основанной на спросе во всей стране. Две главные темы доминируют в новых регионах, по моим наблюдениям. Это все, что связано с Россией и историей России, и тут, знаете, очень логично, потому что последние годы, это то, что вычеркивалось и западало, и в том числе мы видели, на чем воспитывались ребята в школах. И вообще, в принципе, то, что случилось с Украиной, это пример, как, знаете, можно забыть о том, о чем, казалось бы, забыть невозможно. И вот эта вот историческая правда и опыт прошлого, наследие предков попытались перечеркнуть. И поэтому есть запрос на правду, и в первую очередь правду об истории, это первая тема. И вторая тема связана с возможностями, с личным развитием, с перспективами, с инструментами для развития. У вас ребята голодные до этого, первые наши выступления, я помню, знаете, невероятный восторг ребят, про, когда они узнают, что можно, не знаю, оказаться на экскурсе какой-то компании вместе с нами, пообщаться с генеральным директором этой организации, получить стажировку, попробовать себя там в кинематографе. Огромные перспективы, они с восторгом на это реагируют, но потом, знаете, вот меня тронуло, просто поймали меня в коридоре и спрашивают, Максим Алексеевич, ну, это же не на самом деле все. Это удивительно до слез, ну, потому что они не верят, что это возможно. Уже два года прошло, да, как вы восстановились, как вы несете вот эту историческую правду. Расскажите, что вы достигли за эти два года? В чем ваш успех в обществе знания? Мой заключительный вопрос. Как должны оценивать наши слушатели, а не мы сами себя. Ну, как раз говоря о слушателях, знаете, для нас, наверное, главный результат и наблюдение – это огромный запрос на то, что мы делаем, на достоверную информацию, контент, на при этом интересно поданный контент. Это для нас большой вызов рассказывать о важном так, чтобы это было увлекательно, показать, что знание – это может быть интересно. И вот последний опрос в ЦОМА показал, что порядка 50 миллионов человек в нашей стране уже участвуют, так или иначе, в проектах общества знаний. А половина страны знает о том, что мы делаем. Но особенно важная для нас цифра, что среди них подавляющее большинство доверяет обществу знаний. Это показатель в целом в стране 84%, а среди школьников и студентов 87% и 89%. Для нас это очень важный результат, что мы смогли выстроить работу так, что нам действительно доверяют, но для нас это огромная ответственность – оправдать это доверие, ни в коем случае его не нарушить. Поэтому так важно, как мы подбираем лекторов, работаем с их материалами. И еще один важный результат про лекторов – это, конечно, сообщество, которое удалось построить. Потому что это уже 15 тысяч и постоянно прирастает талантливыми, мотивированными, энтузиастами, которые горят просвещением, развитием молодежи нашей страны. И мы видим, как становится все почетнее и почетнее быть лектором. Это тоже одна из наших таких важнейших задач – поднять статус просветителя. И мы видим по статусам в социальных сетях, гордым статусом лектора общества знаний. Видим по тому, как все равно больше и больше людей приходит, больше подается заявок на премию знаний. И это приятно. Нам действительно удалось вернуть статус главной просветительской организации страны. И доверие к знанию возрастает. Спасибо большое за содержательный разговор. Удачи вам на полях питерского форума.